Поехали! Значит, друзья мои, хочу поделиться с вами таким удобным устройством. На велосипеде езжу каждый день и зимой, 365 дней в году, а очень люблю холод. Вот в прошлом году мне, товарищ мой, привез с Польши вот такой аппарат. Это грелка, обогреватель называется для рук. Зипа. Именно я решил ее показать, потому что как бы оригинальная вещь, поэтому должна она работать нормально. Я видел в сюжете про спецслужбы, что они пользуются такими, поэтому решил для себя попробовать. Вот, вот это нагревательный элемент, вот это бак, в котором поролон, вот здесь, как в крыле самолета летящего ударь. И, соответственно, мы заливаем сюда бензин. Но, бензин в комплекте шли две баночки вот такого зиповского, но я решил, я решил чуть-чуть... Решил использовать вот такой бензин-растворитель Nefras, который по своим качествам залил вот в эту баночку. По своим качествам он ничем не хуже, поэтому сейчас я вам покажу примерно, как допускается это все дело. Вот бензин, вот наша олеечка. Наливаем дозатор, если налить полдозатора, это будет 6 часов. Если налить полный доверху, то работает где-то порядка 10 часов обогревательного. Вот, я налил половинку на 6 часов, значит, заправляем нашу емкость, наше крыло. Леечку подкручиваем, оно все изумительно заливается туда. Залили, бензин закрыли, чтоб не улетучился. Леечка вот, пожалуйста, такая зиповская, прикольная, шла в комплекте. Иначе все заправлено, одеваем нагревательный элемент. И в нагревательном элементе есть такой момент, когда его зажигать спичками, как будто этот материал, который здесь находится, он очень долго возгорается и, ну, очень долго клеит. Если свечкой, то вот от него остаются здесь такие черные. Коптит его, закапчивает и как бы, ну, и долго разгорается и видно очень. Поэтому решил чуть-чуть пойти другим путем. Я использую агрегат вот такой. Берем вот так и быстроем по буквально, буквально моментально. Все. Вот он прожегся до красной и он уже работает. Он работает. Здесь начинает медленно гореть огонь, его практически не видно. Мы накрываем это дело крышечкой. В крышечке сделаны дырки и кислород поступает, оно медленно клеит. Потом дальше мы это все дело в комплекте идет вот такой зиповский приятный тактильный мешочек. Мы это дело опускаем в мешочек, затягиваем. У меня это все висит на карабине. Еще это дело вешается на шею. Все. Потом на шее он висит, его нельзя вешать прямо на тело. Значит, два слоя одежды, допустим. Термобелье, рубашка висит там под мастеркой. Если вдруг жарит, откидывать его на одежду на уровень выше. Греет, классно. Ехать с ним супер. Ну, скажем так, что, наверное, и желудку работает легче, потому что он как бы подогревается внутри. Едешь, согреваешься сверху. Если вдруг замерзли руки, просто его взял в руки, согрелся, засунул дальше. Значит, чтобы отключить его, вот он сейчас горячий. До него так, ну, не дотронуться. Чтобы отключить его, мы берем полотенцем или тряпочкой любой, снимаем крышку. Она сейчас горячая. И снимаем буквально на несколько секунд вот эту голову. Топливо не поступает, голова перестает работать. Все. То есть, топливо там, оно не выльется. Оно впиталось в тот материал, что там внутри в контейнере находится. Читал много разных комментов. Писали про бензин. И вот сегодня пользовался растворителем. Никаких проблем. Не коптит, не дымит. Все супер. Всем удачи. До свидания. Катайтесь. Катайтесь круглый год. Я вам советую. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok